Привет, я Ваня, давай нарисуем с тобой сегодня корзинку с грибами. Меня попросил об этом Вова Соколов, ему 5 лет, он участвовал в моем конкурсе, и я рисую для него корзинку с грибами. Смотри, Вова, как я рисую корзинку, вот так она идет, отсюда до сюда, такой вот полукруг. Такой вот полукруг, это вот наша корзинка идет, а потом она идет вниз, вот так, вот сюда и сюда. Ну, здесь я хочу нарисовать сразу грибок, а грибок я рисую полукруг, и вот так вот полукруг, и вот ножку нарисовать, вот так вот он лежит, мой грибок. А теперь-то я нарисую корзинку, корзинка идет сюда, 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 и сюда, 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 сюда. Такая вот корзинка, стоит себе, пока пустая, но я постараюсь в ней нарисовать грибочков, побольше грибочков нарисуем. осень же 8 я буду рисовать и большие маленькие грибочки я нарисую сначала маленький грибок вот такой вот маленький грибок такой вот маленький такой же такой же примерно размера как это такая вот шляпка и ножка да а теперь нарисую побольше грибок вот такой побольше иногда бывает в лесу встречаются большие грибы и маленькие грибы и рисуют и большие маленькие порисуют побольше маленьких, побольше больших. Какие у тебя влезут, таких и порисуй. Не все грибы будут хорошо видны. Можно нарисовать просто ножки или просто шляпки. Вот так вот. Вот так мы нарисовали. Побольше грибов. И они такие. Все у нас разные. Лежат красивые грибочки. Теперь нарисуем ручку. Ручку я рисую вот отсюда. Сюда. Такой большой полукруг. И еще раз толщину ручки. Вот сюда. Нарисовал? Отлично. А теперь рисуем саму корзину. Все-таки нужно ее дорисовать, чтобы она такая корзинистая была. А для этого я нарисую несколько таких вот дуг. Одна дуга, вторая дуга и третья дуга. Видишь? Получается у нас корзинка таких в полосочках. А вот теперь мы будем рисовать такие полосочки. Раз, два, три, четыре, пять. Вертикальные такие. То мы рисовали такие горизонтальные полукруги, а теперь вертикальные. Теперь мы сдвинемся и будем между этих полосочек нарядовать следующие полосочки. Вертикальные. А здесь следующие. Посмотри, как внимательно, как я это сделал. Если у тебя сейчас есть время, то ставь на паузу. И попробуй повторить, как я это сделал. Вот так вот. Я ставлю на паузу, а ты повторяешь. У тебя, я думаю, получится. И здесь можно рисовать листочек. Здесь еще один листочек. И еще один листочек. А здесь тоже листочки. Мы ходили за грибами, собрали много грибов. Корзинка здесь ждет нас. Здесь можно такие полосочки тоже добавить. Потому что у нас корзинка плетеная, настоящая. Такая, как вот бывает в лесу. В лес ходят мама, папа. Надеюсь, не с сумочками ходят. Рисуем. Я надеюсь, у тебя получилось. Теперь мы ставим на паузу и ждем, когда ты нарисуешь. А я пока начинаю раскрашивать. Раскрашиваю я светлый, светлый, светлый таким светло-коричневым цветом. Можно желтым раскрашивать. Желтым тоже будет красиво. Если у тебя нет желтого и коричневого, то раскрашивай оранжевым. Оранжевым тоже хорошо будет. Ну, светло-коричневым. А если у тебя есть темно-коричневый, то лучше прибереги его для грибов. Это будет хорошо. Этот карандаш я убираю. А теперь я начинаю раскрашивать грибы. Все мои грибы будут двух цветов. Коричневый и оранжевый. Давай так. Этот будет коричневый, тот будет оранжевый. Коричневый, оранжевый. Вот этот вот коричневый. Этот вот оранжевый. И я хочу двух цветов такие грибы. Я не знаю. Я думаю, это очень вкусные съедобные грибы. но лучше, когда ты будешь собирать грибы, всегда спрашиваю родителей, что это за грибы, потому что бывают ядовитые грибы. Это опасно. Например, мухоморы и так далее. Вот. Все мы такими раскрасим или грибами. Теперь берем серенький. Серенький или голубой. Я вот сейчас взял серенький серенький цвет и все ножки все ножки раскрашиваю вот так вот сереньким. Если у тебя нет серенького, то ты возьми голубой. Я сейчас возьму голубой и покажу, как это будет примерно с голубым. Смотри. Я также добавляю голубым и раскрашиваю наши ножки свои ножки. Грибов. Моих грибов ножки моих грибов я раскрасываю голубым. Тоже хорошо получилось. Отлично. Теперь берем зеленый, светло-зеленый сначала, и красим зеленый, зеленый, зеленый. Но не все, потому что я хочу кое-что покрасить и желтым. Все-таки осень на дворе, и у нас зелено-желтые листочки. Зелено-желтые листочки, и немножечко темно-зеленого. И также можно добавить немножко оранжевого. И тогда уж точно все скажут, да, действительно, это осень. Вот этот оранжевый не убирай далеко, потому что он нам понадобится. Теперь мы будем красить бересту нашей корзинки. Вот так каждый свой кубик, который у тебя получился, ты вот так покрасишь. Немножечко надкрашить каждый кубик. И корзинка твоя сразу станет более живой, объемной и такой полосатенькой. И будет как настоящая. Теперь можно взять коричневый и тоже немножко добавить еще. Чуть-чуть, в каждый кубик, который мы сделали, мы добавим немножко такого цвета. Я думаю, все, наша корзинка готова, как мы хотели. Вова, тебе 5 лет. Я думаю, что ты справишься с таким рисунком. Я серым немножко подкрасил вот стол, на котором лежит корзинка стоит. В ней грибок. Здесь еще один грибок. Все очень здорово. Ребят, спасибо, что рисуете со мной. Спасибо, что участвуете в конкурсах, которые я провожу в инстаграм. Приходите, подписывайтесь, увидите что-то новое. Ваши дети захотят рисовать, если вы поделитесь рисунками, которые они рисуют для вас. А вы покажете другим, и они увидят и скажут, вау, это можно же еще делиться. И все посмотрят, и меня похвалят. И вместе будут рисовать все больше и больше. Итак, мы вместе, вместе с вами, можно сказать, родителями, привлечем детей больше к рисованию. Спасибо, привет родителям, которые действительно заботятся о развитии своих детей. И до новых встреч, пока-пока. Я буду продолжать рисовать.